Залогом успешного поиска монет и других находок является техника, с которой работает кладоискатель. Без чего можно и одновременно нельзя обойтись, это пинпоинтер. И очень часто стоит вопрос о том, какой пинпоинтер для себя выбрать. В этом видео мы покажем топ-10 пинпоинтеров, на которые стоит обратить внимание в 2023 году. Расскажем, чем они отличаются друг от друга, расскажем плюсы и минусы, и вы сами выберете для себя подходящий. Меня зовут Кирилл, и вы на канале у Деда Мити. Рассказываем простым языком о любимом хобби. Я начну, но вначале поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на наш канал. Это поможет его продвижению. Для начала коротко о том, зачем нужен пинпоинтер. Все очень просто. Для экономии время во время выкапывания целей из земли. Большая катушка в маленькой лунке. Сложно определить, какой именно кусок земли нужно срезать, если его промахнуть. Если цель в ямке не одна. Тут на помощь приходит пинпоинтер. С английского это слово так и переводится. Это целеуказатель. Он указывает, где ваша находка. Он очень помогает на пляжном поиске, на шурфе. Да и в целом процесс поиска становится значительно проще, когда под рукой есть такое помощь. Начнем наш рейтинг с пинпоинтера GoHunter TM. Это пин китайского производства. У него прочный пластиковый корпус с возможностью погружения в воду на глубину до 3 метров. Управляется всего одной кнопкой и имеет два уровня чувствительности. Вибро и звуковой отклик и светодиодный фонарик. Питается от кроны 9 вольт. В комплекте кобура и тренчик не потеряйка. Из плюсов это его цена. Неплохой обзор на 360 градусов и видимость мелких целей. А из минусов это скорость работы, так как внутри стоит недорогой процессор. Следующим пинпоинтером будет GoHunter AT. Очень напоминающий знаменитый пин от Garret. Но в корне это другая вещь. Он такой же простой, как модель GoHunter TM, только в более эргономичном компактном корпусе. Имеет два варианта цвета. Либо зеленый, либо ярко-оранжевый. Сигнал у него есть как вибро, так и звуковые. Обязательно фонарик. Два уровня чувствительности. У него прочный корпус. Есть влагозащита по стандарту IP68. Что соответствует погружению в воду на глубину до 3 метров на 30 минут. Питается откройной 9 вольт. Укомплектован поясной кобурой. Тренчиком не потеряйки. Из плюсов это два цвета на выбор. Влагозащита, хорошо видится или в земле. Из минусов это скорость работы. Это в принципе у большинства приборов этого класса. Замыкать тройку бюджетных пинпоинтеров будет Sphinx ST. Это свежая модель от нашего российского производителя. Очень простая в использовании. Одной кнопкой включается и выключается. Имеет вибро- и звуковую сигнализацию. Фонарик, который при этом выполняет функцию индикатора заряда батареи. Он не боится воды и можно погружать под воду до 3 метров. Питание откройной 9 вольт, которых хватит на целый сезон. Комплектовается поясной кобурой, батарейкой, защитным колпачком на носик. Из плюсов это надежность, влагозащита, низкое энергопотребление. Отличный видит цели на все 360 градусов. Открывает средний сегмент пинпойнтер Garrett Pro Pointer AT. Это уже легендарный пинпойнтер от американской фирмы. Что примечательно, делается по очень высоким стандартам качества. Поэтому вопросов к надежности нет. Ударопрочный корпус и влагозащита с погружением в воду до 6 метров. Это, можно сказать, началось именно с этого пинпойнтера. Управляется одной кнопкой. У него три уровня чувствительности. Звуковая и вибросигнализация. Фонарик. Питание от кроны 9 вольт. В комплекте кобура. Из плюсов это высокая надежность. 9 режимов работы и режим потери. Из минусов то, что нет тренчика в комплекте. Следующий пинпойнтер от французской компании XP. Это модель XP Mi 4. И как подразумевают все продукты XP, он очень технологичный. Имеет приятный на ощупь корпус с проединенной вставкой, чтобы пин не выскальзывал. Управляется он с помощью одной кнопки, при этом имеет три уровня чувствительности и 9 режимов работы. Ее можно погружать под воду до 6 метров. Питается от встроенного литий-полимерного аккумулятора. Комплектуется кобурой с прищепкой, тренчиком-непотеряйкой и зарядным кабелем. Из плюсов это встроенный аккумулятор. Можно подзарядить в поле от пауэрбанка или от прикуривателя в авто, пока едете на коп. Минусов у этого пинпойнтера явных нет. Замыкающий пинпойнтер в нашем рейтинге среднего сегмента это Sphinx 02 с функцией Magnetic. Когда он появился, это было что-то нечто. Да и по сей день аналогов ему нет. Это полностью влагозащищенный пинпойнтер, которым можно погружать в воду до 6 метров. С прочным корпусом. Он управляется одной кнопкой и имеет 8 различных программ. 4 уровня чувствительности. Это 3 заводских и один настраиваемый пользовательский. Питается от кроны 9 вольт, который хватит на сезон. В комплекте кобура, тренчик не потеряйка, батарейка. Функция Magnetic позволяет ему выключаться, когда вставляете в кобуру и включаться, когда вытаскиваете. Это очень экономит время. Выпускается в двух цветах. Это черный и оранжевый. И плюсом ко всему у него выпускается набедренная кобура с функцией Magnetic. И карманом для рации. Из плюсов надежность Sphinx, влагозащита, функция Magnetic, энергоэффективность и отличная чувствительность на всех уровнях. Теперь перейдем к пинам высокого ценового сегмента. Здесь у каждого из них есть какая-то сильная сторона, которой нет ни у кого. Открывать рейтинг будет Fischer F-Pulse. Чем он особенный? Управляется одной кнопкой, вибрирует и пиликает, как и все другие. Вроде все, как у всех. Однако один из немногих может работать в сложных условиях соленых пляжей. При этом питание от двух пальчиков батарей, вместо которых можно поставить аккумуляторы. Открыть отсек для батарей можно с помощью монеты. А если ее при себе нет, значит ее надо найти. Еще одним преимуществом Fischer будет чувствительность. Он показал очень сильные результаты на нашем тесте. И ушел далеко вперед от очень многих моделей. И еще большим плюсом является, что у встроенного фонарика самое большое световое пятно в классе. Из минусов это влагозащита до двух метров. Но это не значит, что это непременно плохо. 90% пользователей его все равно будут, если погружать, то скорее всего для того, чтобы помыть от грязи. А для дайвинга есть другие модели. В общем, по комфорту, работы и чувствительности это один из лучших пинов. Следующий за ним будет Quest X-Pointer Max. Это был один из первых пинов с дискриминацией. Очень яркий геномичный дизайн со встроенным дисплеем, работающий на встроенном аккумуляторе. Прорезиненный корпус не скользящий в руке, а влагозащита позволяет погружать его в воду до 5 метров. Он отличает черные цветные металлы, при этом светодиодная индикация красного-зеленого цвета укажет, какой тип металла в области обнаружения. Очень пригодится для подводного поиска украшений. Дополнительно к нему можно подключить проводные наушники и заниматься поиском в заброшенных зданиях. Три режима поиска, регулируемая громкость и хороший комплект, в котором есть кобура, тренчик-непотеряйка, запасные уплотнительные кольца и два защитных колпачка. Плюсы у данной модели очевидны. Это универсальный пинпоинтер, который может закрыть множество задач. Однако есть и минус. Он боится холода. При температуре плюс 10 он уже начинает глючить, а при более низких температурах он выключается. Это за счет литий-ионного аккумулятора и защитной электроники. Еще один пинпоинтер от французского бренда XP это модель XP Mi 6. Сказать, что он популярен, это ничего не сказать. Все дело в том, что помимо его замечательных характеристик, у него есть важная особенность. Это совместимость с беспроводными металлискателями XP. А именно XP WRX, XP DEUS 1 и 2 поколения, которые могут подключаться к нему. Через главный блок можно управлять и удобно менять настройки этого пинпоинтера. И самое главное, при подключении XP Mi 6 к XP WRX или DEUS, звук пинпоинтера выводится либо на блок металлискателя, либо на беспроводные наушники, что очень удобно. А помимо этого, с помощью блока XP WRX или DEUS можно найти пинпоинтер, если тот был подключен и выпал где-то неподалеку. Влагозащита с погружением до 6 метров, хороший корпус, здесь как в самом себе поразумеющийся. Встроен аккумулятор, 50 уровень чувствительности и подключение к металлискателю XP WRX и DEUS. С куброй тренчиком не потеряйка в комплекте, делают его топовым пинпоинтером. Но если у вас металлискатель другой марки, то для вас он становится абсолютно таким же пинпоинтером, как XP MI 4. Нельзя в нашем топе не упомянуть наш российский и, наверное, лучший на данный момент пинпоинтер на рынке. Это Sphinx 03. Вот все лучшее, о чем мы говорили в этом ролике, собрано именно здесь, в одном корпусе, кроме подключения к металлискателю. Но зато его можно настраивать через смартфон на iOS или Android, через фирменное приложение. Можно погружать под воду до 6 метров, он может разделять черные цветные металлы, работать от встроенного аккумулятора. Есть функции Sphinx Magnetic, о ней я чуть ранее говорил. И все функции, какие есть в пинпоинтере Sphinx 03, можно настраивать, включать или отключать с помощью телефона. Плюсом, он не боится низких температур, можно работать до минус 20 градусов. Но там, скорее всего, мало кто в таком мороз копает. В общем, это самый профессиональный пинпоинтер на момент записи этого видео. Плюсы все очевидны, а минусы искать в технике, которую сначала целый год, а то и больше испытывают в полях, нет смысла. Взоры и тесты на все эти пинпоинтеры есть на нашем канале. Ссылки будут в описании, подписывайтесь на наш канал и не пропускайте полезные видео. Я с вами прощаюсь, всем удачных поисков и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok